Друзья, всем привет! Вы смотрите Найзадай подкаст. Нам понравилась история, когда у нас в студии сидит четыре человека. Понравилось спорить. Сулы его представлю первым, наш боецкий. Также Фаниль Рафиков, мой почти постоянный соведущий. И у нас сегодня новый гость Дидар Сарбас подкаст. Дидар, приветствую. Всем здравствуйте, всех приветствую. Сулы, я, знаешь, предлагаю начать с комментариев по поводу прошлого подкаста. Много вызвало какой-то реакции бурной. История с осуждением Армана Сурукяна. Были ли какие-то угрозы, не знаю, в личку? И как вот ты вообще справляешься с хейтом, если он, конечно, есть? Я справляюсь с ним очень просто. Я его не читаю, не обращаю на него внимание. А был, да? Абсолютно. Всегда. А вот по поводу Армана, я не знаю. Я просто его сейчас не замечаю, он есть или нет. Ну, и с точки зрения Сулы, я согласен. И тем более, вот эта девушка, я видел, кстати, видео с ней. Ты видел, да, наверняка? Она же уже сама высказалась. Когда она высказалась по этому поводу. Но почему-то она ни слова не сказала об Армане. У меня вот это, конечно, возможно, он перед ней извинился, попросил как-то это. Но вот эти все рассуждения о том, что там, да, нормально, шутка, не шутка, она вот прям конкретно сказала, что это ее реально обидело, как женщину. Да это любого человека, по-моему, обидело. Но, отвечая на твой вопрос, я на хейт обращал внимание, может быть, в первые года два-три было тяжело? Я сейчас его просто не замечаю. Их толпа. Это хейтер в вагон и маленькая тачка. А было такое, что кто-то вот на улице подходил? Никогда никто. Все только говорят и обещают. Никто и никогда ко мне не подходил и не говорил. Подходили наоборот и говорили, блин, вы меня заблокировали. Можете меня разблокировать? Я говорю, а в смысле, а почему я вас заблокировал? Ну, я там то-то, то-то. Я говорю, а сейчас, 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 мип-мип, и ушел. То есть, никто никогда не подходил. Мне только угрожают, больше ничего не делают. Я так предполагаю, тот человек, который хочет мне навредить, он мне никогда не скажет об этом. Он тупо подойдет и сделает что-нибудь... Глупое. Как фаниль? Фаниль? Фаниль я каждый день вижу, я же говорю, каждый день вижу его. От этого никуда не убежать. Мой лучший друг. Best friend. Поэтому вы рядом сидите, попросили... Даже не поздоровался, когда зашел. Почему? Я же сказал, Салам Алейкум, ты не заметил, я же не поздоровался. Сейчас руку пожми. Замечательно. Ты как к Хэйту относишься? На самом деле, когда анонсировали бой с Нариманом, я тоже стал смотреть, что многие стали писать, зачем вы, типа, этот бой анонсировали. Во-первых, уже один раз фаниль слетел с боя, а во-вторых, типа, шансов нет. Ну, что Сула вот часто говорит на подкастах. Шансов нет? Нет, вроде шансов нет. Ты все это читаешь или наоборот тоже все проходит? Нет, интересно. Кстати, в Инстаграме там постоянно же делают, как его с авторства кидают, и ты смотришь, и комментарии читаешь. Ну, не читаешь, они же влазят по-любому. Да ровно как-то. Я же знаю, что я просто выйду и сделаю дело свое, выиграю. Это все. А был какой-то случай, чтобы ты, например, по IP пытался кого-то вычислить и поехать разобраться с тем, кто тебе пишет? Недавно, кстати, случай был под постом, там написали комментарии, ну, там край был, не буду дословно переводить. Зашел, посмотрел... Казаха? Да, Казаха. Нет, ну, переводить на русский, ну, из казахского, но очень грубо звучит и так. Посмотрел, зашел, это не фейк парень, написал личку, говорю, скинь номер, пожалуйста, пообщаемся. То есть поговорили, и потом он написал, извинился, и... Ну, просто нет, есть вещи, которые ты можешь пропустить через себя, а есть те вещи, которые, ну, невозможно пропустить. И там был вот именно вот этот край. И я там не с точки зрения там что-то там быковать, а просто узнать, ну, почему он так считает. Либо этот... Может, просто хотел как-то обратить внимание, но извинился, нормально все. И... Четко. Но это в плане того, что не я обратил, не с точки зрения там моих спортивных достижений, когда просто вот... Как человека... Личное, личное... Да, да, человека... Как человека возмутило меня, короче, вот это. Тидар, ты как человек, который недавно стал заниматься Ютубом и вообще, я так понимаю, видео каким-то продакшном, ты уже встретился с каким-то хейтом, и как вот реагируешь, когда тебе пишут комментарии, что подкаст отстой, например? Если честно, пока прям такого нету большого, потому что аудитория небольшая. Но был один раз в ТикТоке, один мне написал комментарий под разбором Бигзат Алмахана, и говорит, типа, ну, псевдоэксперт. Ну, я когда даже не оскорбился, потому что, ну, мне как-то... И я говорю, ну, ты бы написал, типа, что-нибудь аргументированное, а он мне пишет, типа, вот мои контакты, короче, в телеге, так и так. Все, я ему в телегу написал, мы с ним нормально пообщались, он такой, ну, просто, типа, эмоции были, такой, ну, окей. Вообще бесполезно отвечать, бесполезно отвечать. Я хотел этот опыт попробовать. Примерно понимаешь, вот, допустим, раз тебе кто-то пишет, да? Вот ты представь, кто это пишет. Сидит какой-то там, я не понимаю, какой-нибудь там дрочер непонятный, 16-летний, понимаешь? И ты ему начинаешь объяснять в большинстве. Может быть, не всегда, может быть, но это исключение, которое там подтверждает правила. И ты понимаешь, что это сидит какой-то вообще просто какой-то, какой-то, блин, ладно, бог с ним. А зачем ему что-то объяснять? Эх, ты просто... Он не тот человек, которому ему бесполезно вообще отвечать. Если ты хочешь вот в этой теме двигаться, то тоже, конечно, да, вот, Михаил, вот, Фаниль, тебе вопрос. Как ты думаешь, почему, вот, если взять весь казахстанский ММА, мне кажется, ты самая вот персона, на которого очень много хейта от болельщиков приходит, вот именно среди бойцов, ты согласен со мной? Вот, ну, где-то есть доля правды? Как ты думаешь? Я думаю, кстати, не самый. Ну, не самый. Ну, один из, один из. Стоп-10 давайте. Почему вот так вот ты вызываешь только хейта? Как ты думаешь? Ну, в основном то, что не скромный. Я считаю с этим, что... А ты не скромный? Ну, да. Скорее всего. Ты замечал слово? Ну, в чем, в чем твоя не скромность? Я тебя не считаю не скромным вообще, так объективно на тебя посмотреть. Да, да, да. В чем ты не скромный? Что-то ходишь, бабками соришь там, у тебя здесь одна девочка, здесь одна девочка, тут там два добермана. Нет, ты правильно знаешь, да? Это же на вторая дочка. Да, не знаю. Что, что это? Не вижу, у него стиль. Может быть, не снижает. Нет, сейчас, наверное, многим, наверное, не принято говорить, да? Когда ты уверенно заявляешь о своей победе, это же звучит, типа, что... Ну, многие, наверное, так воспринимают, что это высокомерие. Ну, ты еще бой не прошел, а ты уже там результат какие-то прогнозы там делаешь, либо еще что-то. Я считаю, что когда ты уверен в себе и уверенно заявляешь о своей позиции, да, ну, в плане боя или еще что-то, ну, это просто твоя позиция, ну, это твоя уверенность, ну, ни в коем случае там не высокомерие или еще что-то. А насчет хейта, да? Да, как-то... Ну, и ты не делаешь ничего другого, что делают другие бойцы. Не, ну, смотри, во-первых, у него стиль, да, они обычно там розовое носят. Кто розовое носит? Серьезно? Да ладно? Да ладно. Розовое? Конечно. Блин, знаете, да, вот это психологи, они выявили эту тему по розовому цвету, ну, по крайней мере, это было у женщин. Хочу послушать. Они говорят, чем больше розового... Это реально? Это прям, короче, исследование было. Чем больше розового цвета у женщины, тем более она глупа. Мы можем соглашаться с этим, можем не соглашаться. Это не насчет мужчин. Я понимаю, что здесь в данном случае может быть стиль, и чтобы, наоборот, обратить на себя внимание. Потому что если мы посмотрим на японских бойцов, они же там вообще выходят, там, Sailor Moon, и т.д. и т.п. Приходи почаще. А хотя нет-нет-нет-нет, это зеленый цвет. Нет-нет, розовый, розовый. Я только слышал. Наверное. Мне кажется, тоже, когда кто-то заявляет, что это какое-то исследование, не верится мне, что ученые делали исследование корреляции интеллекта женщин и их цвета одежды. Дружище, это же было все в Европе. У них уровень вообще исследований, куда они вкладывают деньги, грантов, огромное количество. Я не удивлюсь, что у них был один большой государственный грант, где они вкладывали, допустим, предпочтение тех или иных цветов разных социальных групп, умственного развития по IQ и т.д. Почему бы и нет? Узнать это. У них там денег, это не наша страна, где мы экономим на всем, сидим и думаем, будет у нас другой герб или нет. Они там зависают, отдыхают у них. Вообще совершенно другие интересы. Да, вернемся к тому, сейчас перед спортом еще. Я просто, знаешь, о чем думаю? Нет, тема интересная. Очень много людей любят в интернете писать, типа есть какое-то исследование, но не проверяют. И на самом деле, если ты начинаешь многие такие истории проверять, да, я к этому просто, что нужно всегда верифицировать информацию, особенно нам, потому что потом можно в просак немножко попасть. Ничего страшного, Михаил. Я столько раз в этот просак попадал. Тоже верно. Ну, лучше проверять. Ничего страшного, если заморачиваться за это. Господи, боже мой. Даже себе скажу, что лучше проверять. Проверяй. 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 То есть что, розовый цвет для мужчин это не цвет уверенности, получается? Фаниль. Нет, я понимаю, то есть зачем фанилю, опять же, розовый цвет, чтобы как раз выделиться там на фоне других бойцов. И, в принципе, это, ну, рабочая история, потому что я все-таки считаю, что хейт, это, ну, для меня, вот, например, как человек, который там чуть кормится, да, негативными каким-то тоже эмоциями и вайбами, для меня это круто. Мне кажется, что хейтеры, вот у меня даже проблема такая есть на канале, что когда мне пишут, типа, что-то хорошее, ну, я максимум могу лайк поставить, не воспринимая немножко вот какую-то позитивную, ну, к себе отношение, потому что, ну, мне кажется, это нормально, типа, я делаю какой-то контент, и, типа, людям он нравится, ну, они смотрят, и, типа, я и так понимаю, что им это нравится. А когда пишут какой-то негатив, я понимаю, что человек вот что-то высматривает, прям очень... Детально. Под лупой детально, да, рассматривает мое видео, хочет чем-то задеть. И меня, наоборот, это так, ну, сильно приободряет, поэтому я к хейту хорошо отношусь, и мне кажется, что это, типа, одна из таких самых ярких реакций, которая именно в нашем бойцовском мире может быть от фанатов. Ну, возможно, но, опять же, это все... Я считаю, что вообще боец, профессиональный боец, спортсмен, он должен быть готов к любой критике. И если ты к этому не готов, Вася, что ты здесь делаешь? Иди домой, там будь, там, охранников, там, что-нибудь такое... Да, стопудово. А если ты пришел сюда зарабатывать деньги своим лицом, своими кулаками, будь готов к тому, что какой-нибудь 16-летний щегол напишет тебе, я-то казахша сулей, или что-то в этом роде. По-любому, если ты к этому не готов, парень, ты выбрал не ту профессию, вот и все. И плюс, да, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, история такая, что, типа, если, ну, скажем, да, не литературно, если газуешь, надо газовать до конца, потому что очень много было случаев бойцов, которые поймали какой-то яркий образ. Вот мне просто сейчас на ум приходит Александр Грозин, например. Вот в свое время это действительно был такой основатель, основоположник трэш-тока в России. Он с первых своих боев уже начал записывать какие-то видео, типа, под Нейта Диаза, под что-то еще. И потом у него была череда поражений, и он, ну, понял, что, типа, хейта слишком много, и не смог с ним справиться. И вот сейчас он начинает опять выкарабкиваться, вот сейчас вот он взял пояс Лиги Наши Делы, где, кстати, Фаниль дерется, и, в принципе... Грозин, он уже дрался, с кем он дрался? С СМБА, с Кабардеевым, с Кабардеевым, с Кабардеевым. А, все, все, все. Последний бой с Мири Садыковым был. Да, да. Вот он взял пояс. Ну, это же попом и мы, да? Ну, да, он не сделал вес там, да. Но я к тому, что вот в какой-то момент он потерял немножко эту историю о том, что нужно газовать, и все о нем забыли. Сейчас он опять вернулся, там, надевает черные очки. Я, кстати, есть тоже боец, ты, наверное, знаешь, Валерий Грицутин. Да, да. И он сейчас стал ходить к психологу, и прям открыто про это говорит. Рассказывает, что всегда, типа, этого боялся. И нашел прям спортивного психолога хорошего, который ему прям, типа, замотивировал снова ходить на тренировки. Он в какой-то жесткой депрессии находился, говорит, там, типа, дома просто даже не убирался. Короче, все было, типа, запущено жестко. Вот там плесень уже какая-то появилась. В итоге стал ходить к психологу, и у него и жизнь наладилась, и бои тоже. У него это было последствия поражений? Да, он еще такой, да, боец, что... Трудяга, короче, такой. Кто не смотрел бои Валерия, то всем советую, потому что он такой русский парень, короче, с хорошей борьбой. Он во Владикавказе живет, тоже такой русский кавказец, типа. И всегда дрался с топами. Жора Явазианом дрался. Вообще у него практически все поражения от топов. И такой супер нестабильный, но при этом всегда там до конца тоже идет. И вот в какой-то момент поймал такую дизморальку. У него еще образ, да, такие длинные волосы. Да, он кучерявый, короче, прикольный. Ну, сейчас коротко подстригается. Татуировка есть. А вот мне интересно, как Резник ММА сейчас... Коль, канал Резник ММА. Он сейчас после своих поражений... Ты понимаешь, что я потом придумаю тебе название для канала? Ну, я просто говорю, как в обществе сейчас это... Ладно, не оправдывайся. Так, ну, Резников сейчас, как интересно, не на связи, потому что после последнего... На связи? А ты не смотришь наш канал, Резник ММА. У нас недавно вышло с ним интервью. Все, Артем вернулся в медийное поле. Нет, я хотел вопрос про психолога. То есть он после своего последнего поражения не обращался, либо потому что он его высказал... Может, задумался. Я не знаю точно, кстати, вот интересный факт. У него сестра психолог. Ну, занимается психологией, не знаю, какая. Она уже дипломированный психолог или нет. Обычно родственники не работают. Ну да, вообще с родственниками не принято работать. Но я к тому, что, может быть, посоветовал руководить. Но, ну, как я понял, не в психологии дело, короче, в плане поражения. У Артема... Он говорит, что в связи со сгомкой. Нет, у Артема же уже была же там череда прям поражений. Да, у него 6-5 раз. Он эту же тему уже, я думаю, уже если не сховал, но нет. Ну, Артем, ты видишь, да, смотришь нас? Я что-то тебе звоню, ты не отвечаешь на мои звонки. Миша, он интервью раздаёшь. Я тоже пишу, не отвечает. Вообще, короче, да, походу. Ладно, окей, мы запомнили, Артем. А у нас с ним уникальный контракт. Только можно на моём канале появляться. Я не успел в ваш вагон залезть, когда все вызов кидали же Артема. В этот вагон не успел запрыгнуть. Хотел его вызвать к себе на подкаст, но этот, короче, не успел я. Ещё не всё потеряно, можно сейчас сделать. Зато будет, знаешь, это крайний, он будет говорить, крайний вызов. А, ну всё, крайний вызов. Вы так говорите же, да, бойцы? Хотя правильно говорят последний. Да, наверное. Хотя правильно говорят последний. А почему-то вот именно здесь. Ну, они суверны. Крайний, говорят, крайний. Нет. Ну, да. Слушай, а на самом деле вот тоже бойцы и суверия, это прям, я думал в какой-то момент сделать отдельный прям выпуск, там столько всякого вообще. Вообще вагон, вагон, вагон. Там только это самое, говорят, что... Самое смешное, когда Оливье пояс выиграл, так с камнем выходил и камень целовал. Вот это было смешно для меня. Не видели? Волосы красит. У тебя какие-то суверия есть? Да нет, такого особо ничего нет. Ну, ты там маски выкидываешь, что-то же есть какие-то у тебя... Ну, это не суверия, это просто ход. Утро. Что? Ну, нет такого то, что? Потом ночь. Утром. Потом день. Дождь. Да ничего, скажи, снег пошёл. Мама, я в школу не пойду. Ну, типа, не суверия, просто настроение. Вот у меня неделя боя, понедельник ты просыпаешься, вот всё, и с этого момента начинаешь потихоньку переключаться каждый день, как ты себя настраиваешь. А такого, чтобы суверия. Там, не знаю, какие-нибудь борцовки, в которых ты когда выходишь на бой, или там, ну, что-нибудь такое условно. Такого нет ничего. Да у меня после каждого боя вещи пропадают постоянно. Я в этот раз подшортники вроде положил в сумку, короче, всё, вышел, потом домой прихожу, нету, короче. И многие вещи ты потом, походу, мы на 58-м турнире увидели, которые, блин, повязка. Понятно, да. Нет, эту повязку я там видел, что отдал. Просто, ну... Подшортники увидел? Нет, ну и подшортники, кажется, свои увидел. Что с ними делает он там? Блин, интересно. На самом деле вот тоже... А я раз помню, бой с Канебеком был, короче. Я пришёл в спортивке разминаться, а ей там, ну, грубо говоря, там два дня осталось. Ну, я специально взял, думаю, что там, порвётся, порвётся. И мокрые штаны, ну, уже после разминки, я же снимаю всё. И положил дубы, ну, сейчас посыпаю, возьму, заберу, потом постираю, выкину. Пришёл, и их нету. Я ещё спросил, кому они нужны, там, в натуре они там просто вот разорвутся. Кто-то взял. В тему суверисового только что руку почесал. Деньги будут. Надо же какой-то наговор сейчас говорить, нет? А я не знаю. Надо, типа, по левой стороне, денюжка, приди, левая сторона. Не говори, я потом тоже буду это делать. Поставь-то говори. Есть пару историй по поводу, вообще, вещей украинных. Три истории я вспомнил, смешные. Первая история такая, что мы, по-моему, с тобой, когда были на турнире, есть такой, короче, щегол, ну, маленький парень, вообще, ребёнок. Он как будто всю жизнь, может, ты его видел даже? Да, я думаю, что он видел. Он, короче, как будто всегда такой. Блин, надеюсь, у него нет никакой болезни. Ну, вроде просто это маленький ребёнок, просто он, типа, уже я вот его сам. Когда я первый раз был в Казахстане на турнире, на турнире Эйсей. Это было сколько? Двадцатый, по-моему, год. Или даже девятнадцатый, я уже даже не сможешь такой год. Это был турнир Эйсей в Казахстане. Эйсей или Эйси-Би был? Эйсей. Эйсей тогда уже был. Артём бился. Да, Артём дрался, потом дрался как раз Арман Аспанов против Мирзаева. И на этом турнире я увидел, что такой маленький парень прибегает, ну, ребёнок, типа. Надеюсь, он ребёнок. Блин, сейчас как бы не обидите кого-то. И он говорит, дайте мне перчатки. Ну, бойцы выходят там потом в этом, он говорит, дайте перчатки, типа, мне. Ему тогда перчатки давали. Прошло вот энное количество лет, типа, лет пять. Я пришёл на турнир, мы с тобой были, не помню, на каком турнире, и этот пацан прибегает, и опять говорит, дайте перчатки. Октагон. На октагоне был, да? Ну, на земле, кажется, я его видел точно. И на лошпрайте. Короче, пацан, он, во-первых, не стареет, ну, может быть, единственное, что ему было тогда, типа, семь лет, сейчас вот сколько там, одиннадцать, условно. И он, просто не знаю, как он оказывается на турнирах, Он ещё как-то просачивается, ещё просачивается в раздевалке, и вот так вот стоит, пацан. Да, и у него такие ещё, внешне-то, конечно, хочется ему реально эти перчатки дать. Как у Кота и Шрека. Да, да, реально. Во-первых, у него, наверное, склад этих, типа, ну, дома перчаток, вещей. А во-вторых, блин, офигеть, что вот, надеюсь, всё в порядке, со здоровьем. И ещё самое прикольное, что он везде как-то проходит незаметно, вот, а он ещё, получается, ты так смотришь, и он стоит уже. Мне кажется, он потом с кем-то либо сумкой, либо с кем-то рюкзаком уходит, потому что там вот эта форма типа ммашная. Потом была история тоже забавная. На турнир совместный, не на совместный, на турнир на язык приезжал ребята из Топ-Дога. Да, да. На Баттербол. На Баттербол. И в какой-то момент, блин, надеюсь, это можно разговаривать, ну ладно. И в какой-то момент охранник приходит к ним и говорит, всё, ребят, сдаём. Они им дали форму всем фирменную. Он говорит, сдаём форму, короче. Джерсики сдаём, там, шортики. И, ну, кто-то начал сдавать, а потом, не помню, либо Даня, либо кто-то говорит, в смысле, ну, типа, а почему нам не скажешь, что надо форму сдавать? Он такой, нет, нет, всё, организаторы сказали, короче. Ну, и Даня такой, типа, я не буду сдавать. Ну, два парня, по-моему, сдали свою форму полностью. Потом он подходит, типа, говорит, а что, надо было форму сдавать? Он говорит, нет, это вам же, типа. И всё, и охранника уже никто не видел. Предприятие мужик. Прикольно. И потом, да, в интернет-магазине. Кто-то ходит, да, в Джерси, топ-дог, батербол. И последняя история. Давай, давай. Последняя история. Давай. Есть боец Ирина Алексеева. Она вообще тоже родилась в Казахстане, но сейчас представляет Россию, в UFC дерётся. И в какой-то момент я ездил на турнир RCC, выложил её интервью, и там был самый странный комментарий практически за всю историю моего канала. Кто-то написал, а мы тогда разыгрывали перчатки RCC за какой-то хороший комментарий. Кто-то говорит, зачем мне перчатки RCC, можете её, типа, нижнее бельё разыграть, в котором она в бою была. Но я, типа, поржал и такой, блин, Ирин, прости, я должен сказать эту историю. Короче, поржал и скидываю, короче. Говорю, смотри, типа, ну, такие пишут, короче, странные люди у меня на YouTube-канале. Она говорит, о, можешь ему контакт дать, может, реально ему присылать. Ну, типа, настолько, типа, чувак фанат, что хочет получить, я с ним свяжусь. Отправила? Не знаю, дальше я не знаю истории, но забавно, что она просила его, типа, его контакт. Может быть. Ну, прикольно. Тебя никто не просил белья нижнего? Нет. Нет, ну, подшёрстники кто-то, подшёрстники. Кто-то же забрал. Кто-то же забрал. Мужик, наверное, какой-нибудь. Не, они наизовские были такие. Компрессионные. Может, и не мужик. Почему сразу мужик? Ха-ха-ха-ха. Представьте, что это неловко. Неловко пауза. Давайте поговорим про бои побольше. Давайте. Хочется поговорить, мы обсуждали на прошлом подкасте боя Асуала Мабаева. Сейчас в его весе новый претендент на пояс. Стив Эрцек, его зовут Астробой. Что думает? Кто-то вообще, кроме Фаниля, ну, Фаниль знает по-любому. Сула знает что-то про Стива. Вообще, без понятия, что за чувак. Вообще не знаю, кто это. Застрали. Вообще, я вот... У меня в гостях был Азат Максум. Я думал, скажем, Стив Эрцек. Азат Максум был, и он как раз говорил, что он хотел бы с Эрцеком встретиться. И потом сразу уже, получается, объявили бой. И я вот, когда готовился к интервью, точнее, уже после, когда монтировал, я гуглил его. Чувак на топ-10, я не понимаю реально UFC. Почему они дают ему сейчас титульный бой, когда там, ну, есть другие достойные ребята выше топ-10? Ну, потому что уже бился. А откуда он? Бились там почти. Вообще, он из Австралии. Из Австралии. Нокаутировал Мэтта Шнелла на последний бой. Ну, нокауты жесткие. Он 100 тысяч за это получил. Да, 100 тысяч еще получил. Может быть, ему просто нужен боец. Ну, во-первых, да, типа Австралия. С Австралией, да. Это хорошая база. Почему ему дали? Во-вторых, он, на самом деле, ну, хорошие бои показывает. У него есть одно поражение. У него 10 или 12. 10-1. 10-1 рекорд. И я смотрел вот это поражение. Тоже, когда готовился. Смотрел его бои. Я про него делал аналитику небольшую. И тоже там такое. У него украли, короче, победу. По сути, 11-0 у парня. И, в принципе, он ярко дерется. Короче, ударки хорош. Черный пояс по БЖЖ. То есть, я не удивлюсь, если новый чемпион будет сейчас. Ну, да. Плюс еще чемпион Пантохов уже показал, что и с ним могут биться, да. Ну, и вот эти вот по три, по четыре раза уже биться. С теми людьми, с которыми он там со времен Туфа бился. Ну, это уже неинтересно. Это и правда уже такой вопрос возникает. А нужен ли этот дивизион, да. 57. Но он нужен. Потому что у нас там Ассо Алмабаев, Азад Максум. Поэтому пока что... Макаев там тоже. Да, Макаев. Ну, по идее, по логике должны были Макаеву дать. Коль, он тоже был согласен же. Он же не говорил до боя. Смотри, тоже там, ну, опять же, логика. Ну, вообще у него шесть побед, но при этом у него же сплит... А, нет, сплитов нету. Ну, такие победы. Ну, да. Ну, последний поединок он прям не впечатлил. Что говорить? Давайте вот так. Вот да. То есть, мне кажется, сам стиль боя у Макаева не очень яркий. Показывает, что можно с ним работать. Я думаю, всё-таки, знаешь, там в UFC всё-таки вот у них вот отдел маркетинга всё-таки вот большую роль играет. Кому мы будем давать, на чьи поединки больше PPV продаётся, кто это, кто интересен, кто неинтересен. Это же всё-таки UFC про деньги. Во-первых, про деньги. Конечно. А потом уже про всё остальное. Астралия, наоборот, более платёжно способная. Вот-вот, я и поэтому говорю, кто-то Макаевский покупает PPV, кто его. Макаев всё-таки представляет Англию, вот, и в Англии он популярный. Ну да, я тоже думаю, считали. Скорее всего, посчитали. Я не думаю, что Макаев там суперпопулярен. Вот я согласен. Там свои бойцы. Слушай, ну когда он дрался в Лондоне на UFC, в принципе, ну, реакция зала очень хорошая была. Ну там всегда, ну поверь, когда ты бьёшься дома, по-любому за тебя будут болеть. А кто будет брать PPV чисто на тебя, это тоже как бы так. Ну взять даже Пэдди, да? Нет, если просто делать турнир под Лондон и туда Макаева поставить в главное событие, Алена в главное событие, то есть это нормальный маркетинговый ход. То есть он просто до боя, он тоже сам говорил, что типа если Макаев выиграет, то я готов с ним встретиться. А UFC берёт и просто по-своему. Ну я же говорю, скорее всего здесь не просто так это сделать. А однозначно. Более интересный. Плюс ещё вот этот вирусный нокаут стал вот от левого бокала. Вы в таком дивизионе, ну грубо говоря, Шнелло, Эрцог, он просто его выключил. Хотя там, ну да, Мэтт Шнелло, он хороший, у него и партер хороший, и стойка хорошая была, и просто как будто чуть-чуть по головам нет. У Эрцога это внешность прикольная. Когда я увидел афиши, это как актёра поставили, короче, прикольно. Он похож на Стива Карла. Да-да-да. Из офиса. Да-да-да. Да ладно, а вот этого чувака, у него прям одно лицо. Такое лицо ещё, да, не скажешь, что спортсмен такой. Я подумал, это прикол, а потом уже Гуглис, короче. Офис вообще прикольный, да, сериал? Да, очень крутой. Смотрели офис, нет, фацаны? Нет, я не смотрел. Я начал, но не зашло. Это знаешь, это такой сериал, который надо пересилить три серии первые, и потом как втянешься, короче. Он очень клёвый. Очень суперский. А английский версию смотрел? Нет, я начал, по английскому я ещё не зашла. Вот не английский. Но английский короткий же там. Ладно, давайте-ка мы вернёмся. Потому что потом они из английского появляются в последних сезонах в американской актёры. Возможно, да. Коллаба. Да, коллаборация. Окей, двигаемся дальше. Давай. Ещё один анонс интересный. Это возвращение Жозе Альдо. Офигеть. Офигеть. Да, на 301, да, по-моему? Мартино. В Рио, да? Самый, да, в своё время такой доминирующий чемпион был. Ну, один из, точно. Его там все боялись в полулёгком весе. И вот в какой-то момент уже завершил карьеру, а сейчас возвращается. Ещё и дали Мартинеза. Ну да, молодого, хорошего. Который идёт на победной серии. Бойца, что думаете? Не, ну Жозе Альдо умеет стопами драться. Он с Верой когда дрался, он... Все думали, что Вера уберёт. Но он его перебил. Ну, вот этот жёсткий чувачок попался. Тот левша. Он, во-первых, дает Мартинез левша. Во-вторых, лоу-кики бьёт. Вот он Проспекта выиграл. На Масвидаля похож такой. Тоже на победной серии шёл. Потом посмотрю, скажу. И он ему ногу отбил. Вообще ужасно отбил. За два раунда, что ли, вот этот Мартинез ему отбил. Потом он выиграл ещё Саида Нурмагомедова. Такой вот он. Разноплановый. Вроде и не особо фактурный. Ну, типичный мексиканец. Ну, такой вот он. Всё умеет. И плюс ещё левша. Я вот, не знаю, для Альдо удобно, неудобно. Альдо, по-моему, уже просто схавали. В UFC его просто схавали, прочитали, измерили. И ладно бы, если бы он ещё был молодой, он вернулся бы с чем-то новым. А он уже совсем не молодой. И он, опять же, тот же ММА, тот же конфу хочет там показать. Мне кажется, просто чисто из-за имени. Да, да. Возраст, да. Но он всегда класс, в принципе, показывает, что с Петром Яном тоже. То есть у него точно есть класс, но понятное дело, что с возрастом у тебя и там... Три года назад это было, блядь. Да, да. И к тому, что у тебя в любом случае теряются точно там и тайминги, и теряются там физические формы. Один раунд точно будет хороший. Бой. Один раунд. И, возможно, есть какие-то ключи к победе у Альда вот именно в первом раунде. Пока Мартинес ещё долго разгоняется, наоборот, и пока наберёт, возможно, будет такой маленький люфт в течение пяти минут. Ну, а дальше будет тяжело. Плюс то, что турнир в Бразилии, может быть, дополнительная мотивация какая-то будет. Плюс, может, отравят Мартинеса. Да, может, отравят. В Бразилии кто ещё будет? В 301-м карде надо посмотреть вообще. В Риво вроде. Да, да. В Риво возвращается. Кроме Альда нету, что ли, звезд в Бразилии? Ну, точно есть. Но просто Альда, это, знаешь, такое... Ну да, финалочка, наверное. Бразильский Хабиб, по сути, бразильский ещё дремлянинг. Эпоха. Сам захотел. Просто, если честно, неохота смотреть, как легенды падают. Вот это самое обидное, когда легенда возвращается ради денег. Ну, по-любому ради денег. Мы там, наверное, сто пудового хорошего гонара предложили. И он возвращается ради денег. И, ну, как бы, избиение неохота видеть, когда легенда на твоих глазах уходит вот в такой закат. Слушай, вот тоже, знаешь, с одной стороны, ну, ради денег. Во-первых, в деньгах ничего плохого нет. Но, с одной стороны, ради денег. А с другой стороны, мне кажется, тоже, когда ты всю жизнь посвящаешь одному какому-то делу, ты вообще не чувствуешь... Особенно, когда ты у себя в зале тренируешься, ты же не чувствуешь, что ты, типа, старым стал. Ты со своими ребятами так же на уровне. Тебя никто, во-первых, нокаутировать там не хочет в зале обычно. Вот. Может быть, кто-то и побаивает, потому что ты, там, старший уже, там, как сокал какой-то. И мне кажется, что ты сам не чувствуешь этого, что ты, типа, постарел. Ты думаешь, у тебя, в принципе, всё почти такое же. Ты, наоборот, чувствуешь... Можно остановиться. Да, это же, ну, очень сложно понять. Я просто за то, чтобы, если, допустим, возвращать легенду, то давайте ему равнозначно, вот, как, примерно, Макс Холлою против корейского зомби дрались. Оба, так скажем, уже ветераны. И там, ну, как бы, понятно, что Холлою был фаворит, но это было что-то примерно равнозначное. Я бы не сказал, кстати, вообще, что было равнозначное. Я был уверен, что Холлою просто забьёт. Ну, более-менее. Холлою ещё, типа, активный бойца. Вот, если бы корейского зомби дали бы ещё против Вальда. Вот это было бы вообще одно. Ну, просто уже было, типа, да? Ну, было. Но это когда было? И ещё и корейский зомби. А там травма же была. Там уже он травмы прикалывал. В 2013 году. Он ещё и завершил так, корейский зомби. 11 лет. Ну, я имею в виду, да. Ну, да, да, согласен. Такой бой. Дали пацана на ходу. Ещё 30. Ну, вот, я имею в виду, парень уже на пике. И идёт на победной серии. Он шестой вроде, вроде, да, в рейтинге. Ну, в топ-10. Такой вообще план, в принципе, у Альда. Сейчас с UFC один это поединок. Он же вернулся вообще. Он, типа, вроде завершил. Ну, вот. Он самому боксу бы провёл вроде даже. И потом... Что он дальше питает, хочет дальше в UFC остаться, что ли? Можешь. Самый главный прикол. С другой стороны, тоже, знаешь, так думаешь, где ты, типа, заработаешь, условно, там, миллион долларов. Вот так вот. Где Альда заработает миллион долларов за, не знаю, за три месяца, условно. Там вот взять подготовку. Просто, Миш, можно заработать миллион и потом 500 тысяч на ремонт себя потратить. Ну, такое редкое бывает, на самом деле. Прям 500 тысяч. Ну, даже хорошо, полмиллиона он также и не заработает за эти полмиллиона. Возможно. Если, понятное дело, если мы платили бы, там, 100 тысяч тенге, то, да, наверное, надо было бы задуматься, что ты против Молдового проспекта уходишь. Когда тебе платят миллион долларов, а может, и больше. Ну, дальше перейдём. Турнир UFC прошёл. Мы с тобой перед турниром разговаривали. Ты Буру посмотрел. Один из немногих турниров, вот за последние, которые я не смотрел. Я реально такой подумал, что мне сон важнее. Я, кстати, посмотрел, из-за того, что пост держу. Я посмотрел и при Лиме посмотрел, ну, и свой вес посмотрел. И там было интересное противостояние. Майк Дэвис против Нейтана Леви. Нейтан Леви представляет Израиль. Майк Дэвис, ну, США. И самое интересное было, что Майк Дэвис последний раз дрался в 22-м году, получается. Или в 22-м. В 22-м году. У него простой был два года. И он, кстати, работает тренером по ментальной подготовке, короче, прикинь. Вышел. И на таком уверенном, типа, вайбе вышел парень. И там даже комментаторы говорили, что не чувствуется простое. И у него вот в дивизионе, хотя он очень редко бьётся, 4 победы. Ну, в UFC зашёл 4-0. Он Борщова победил. И вот хорошего такого снес. И там были у него опасные моменты в партере. Ну, такой вот интересный персонаж. Я потом профиль его нашёл. Такой он. Такой. Обзоры снимает. Потом обучалки снимает. Ну, интересный парень. Вызвал, кстати, то ли Пэдди Пимблта, то ли этого. Нейт Одесса. Кого-то из этих потом. Кстати, для Альдо был бы хороший этот. Вес у них, наверное, разный. Но Тони Фергюсон мне в голову пришёл. Ты сказал, Пэдди Пимблт. Да, блин, пожалейте Фергюсона. Он сейчас выложил видео тоже о том, как он... Он написал, всё, я возвращаюсь, я в отличной форме опять. Выложил какое-то видео, где он, типа, там, работает над коленями, по-моему. Ну, вот, Миша. Я просто думаю, блин. Нет, просто одно дело Альдо, который реально показывает конкуренцию. И другое дело, это Тони Фергюсон, которого реально жёстко избивают каждый бой, который не может уже ударить. Видишь, Миша. Вот. В чём? Ты можешь заработать деньги. Ну, поехать к уху. С Тони Фергюсону я согласен, просто, ну, Альдо так не изб... Не, его тоже там побеждают. Ну, могут. Я же говорю, последствия мы же не знаем, и потом будет как Тони. Мне так жалко. Я вернусь. Ну, Тони всегда с кукухой было что-то непонятное. Ну, или кукуха же реально. Ну, не знаю. Мне просто вот Тони Фергюсон тот боец, который, я считаю, что, не знаю, может, он в заложниках там быть. Ну, у него все соперники были ещё такие. И, может, и, может, все хорошее запрятались. Ну, не слабые, не сильно хорошие, но такие... Ну, слушай, и он был хорош. То есть, ну, когда они начались, хорошие соперники, он был в топе ещё тогда. Просто почему, да, такой резкий откат пошёл? Ну, после вот Гэджи... Жёсткого нокаута, да? Да. После Гэджи... Жёсткий нокаута, да? Ужасный нокаута. Ну, вот, вспоминая слова Абдулманапа, он же говорил всегда, что, типа, ну... На пик. Да. Не, не то, что на пик, он говорил, что бойцовский организм, у него есть такое накопление нокдаунов, и Тони настолько много урона получает в боях, что это точно скажется. И просто вот на один момент вот эти доминошки падают, короче, в организм. Ну, и плюс мы же не знаем, как он там в зале, как он тренируется. Может, он тоже постоянно нокдауны падает, и... Ну, да. Ну, его вот... Вот аура вокруг, да, вот, Фергюсона, несмотря на его поражение, она вот осталась такой же, вот, незыблемой, мне кажется. Его поражение мы сейчас воспринимаем как возраст. Так получилось. Вот сейчас вот, допустим, ты привёл пример с Абдулманапом, то, что он говорит. Но мы прекрасно, вот у нас в головах всё равно вот этот вот образ Фергюсона, его мощные удары, атаки его, просто как он выдерживал удары, да, его нокдауну, что он вытворял, из каких ситуаций он выходил, у нас всё-таки больше вот этого в голове остаётся. Не остаётся такого, знаешь, там, а, всё, блин. А я не знаю, меня вот всё перекрыло, короче. И меня напал Чендлера вот сейчас на... Чендлеровский вообще пришёл, вот в первую очередь, вот это... То, что его задушил ударник, да. Бобби Грин. Бобби Грин, который вообще, ну, не знает, что такое борьба, как бы то, что Пимблет победил, вот это вообще уже... Ну, Пимблет, который просто... Нет, как Нейдес, он задушил одной рукой. Да. Тоже. Ну, ладно, Нейдес хоть имеет, да, такие... Ну, он в чёрный пояс, да. Да, в чёрный пояс. Но Бобби Грин, который, ну, даже... Я ни разу не видел, чтобы он тейкдаун делал людям. И... Ладно бы, если бы ещё Фергюсон уснул, было бы понятно. Он же после этого один ещё бой выиграл, да, и проиграл, да, потом Грин вот этот. Да, Бобби Грин там ещё удивил. Один раз. Доусона победил. А, кстати, как думаете, Чендлер дождётся Конора? Вот это самое прикольное. Мне кажется, вообще Конор угорает над ним. Угорает и в конце выберет кого-то другого. И просто Чендлер тоже потом в яму попадёт. Ну, просто как будто прикол. Ну, вроде, я не знаю, мне кажется, что Чендлер на какой-то зарплате, наверное, от UFC, потому что ему позволяют реально, ну, не драться, как-то жить. Я думаю, что у них есть какие-то договорённости с Дану Вайтом, что ему какой-то там раз в месяц чек платят, потому что иначе он бы действительно, наверное, уже бы взвыл, типа, где мои бои? Потому что, по сути, ему всё говорят, там, Конор, Конор, а где этот бой с Конором, сколько ждать? Либо Конор ему сам чеки выписываешь. Подожди, сейчас на яхте сегодня посижу. Да у Конора всё нормально. Он в кино снимается, вообще нашёл себя. Супер у него детей, вон, вагон. Жена, блин, вообще супер у него. Отлично семьянин, дети, фильмы, яхты, шмякты, вот всё есть. Я думаю, просто хочет закрыть вот эти все поражения и уйти вот на победные серии. Просто, может, маринует Чендлера. Лучше бы ему с Пимблетом дали бой, на самом деле, Конору. Мне кажется, хотя бы, типа, ну... Мне кажется, Пимблет голоднее. Чендлера? Нет, ну, я думаю, это вообще случайный пассажир. Нет, потому что он голодный, просто у него, ну, вот, судя по его боям, он очень, ну, уверенно. С Альдо надо ему дать бой. Случайный пассажир. Ну, Конору надо дать с Альдо бой. Вот это будет фантастика. Я до сих пор тебе 13 секунд забыл. Это вообще просто... А ты тогда за кого болел? Я за Альдо был. За Альдо? Нет, я за Конора. Я бабки тогда на Альдо поставил. Я еще всем друзьям говорю, они такие, ты же разбираешься, вы мои игры. Ребята. Я поставил бабки на Альдо. Грузите хаты. Я реально прям так и говорил. Я еще такой говорю, я говорю, вот это все, я говорю. Я тогда еще, ну... Мне реально казалось, что с этим... А много по-разному. С Мендесом куплен бой. Я еще думал, куплен. Куплен. Он реально как-то странно, просто в какой-то момент все вздох. Все говорили, да. Он же ему корпус весь бой пробивал. Ну, все равно. Я после этого, после боя с Мендесом, я... Все, Конор для меня был. А мне показалось, да, вот тоже, что купленный... Просто Альдо увереннее Мендеса бил, чем Конор. Потому что Конор первый раунд-то типа ну слил, а ну как бы Альдо его жестко, короче, бил. И там в самом последнем моменте прикольно же, когда он встал, да, как будто он просто его отпустил. Ну, наверное, скорее всего, просто устал. Он так ему дал легко встать. Да, да. И потом в пузо пропустил. Я и сказал, все, тогда вот этот бусо, я говорю, куплено, короче. Потом, и все, Альдо, я говорю, Альдо же не будет продавать, он чемпион, он не дурак же продавать бой. Я говорю, пацаны, все, может, хаты просто загружать. Мы еще онлайн смотрим, я сижу, и просто у меня уже слезы. Где мои вещи, я пошел домой. А дома нет уже, я его поставил. Слезы текли, говорит. А ты дома поставил? Нет, конечно. Я там, я поставил, ну, я много никогда не ставил, я не знаю, там, ну, 3000 рублей в основном тогда поставил. Вообще, кстати, вот твое мнение, как ты думаешь, в UFC есть махинации такие вот какой-то в Прайде? Были уже, то есть были прям случаи зафиксированы, но их намного меньше, потому что подделать бой сложно. Если бой не настоящий, это видно. Нет, я имею в виду не в UFC между бойцами, а когда сами UFC мутят. А в каком смысле мутят? Ну, вот, как было... Дает ничейный результат, короче. Вот. Именно судей. Ну, были такие... Ну, тоже, опять же, во-первых, это же... Не, я спрашиваю твое мнение. Да-да-да, я просто пытаюсь его аргументировать. Во-первых, мне сложно представить, что действительно, во-первых, с UFC работают независимые атлетические комиссии. И то есть, ну, они обрабатывают не только UFC. И внедрение какое-то в них, мне кажется, довольно, ну, может, плачевно закончится для Данны Уайта. То есть, что он выиграет от этого, от того, что там он даст ничейный результат, и что он потеряет. Если будет какое-то судебное дело, мне кажется, что там, ну, еще и связано со ставками, то потом можно там в Америке сесть на всю жизнь за это. Поэтому, не знаю, мне кажется, риски очень большие. И не думаю, что выигрыши там для Данны Уайта очень большие от того, что он как-то изменит результат какой-то. Плюс влияние на судей, в любом случае, кто-то потом куда-то это выйдет. Там были какие-то истории, они выходили в свет, вот когда... Как его, блин, фамилия бойца. Блин, забыл, короче, когда он выставлял бойца с травмой. Это... Забыл его фамилию. Ну, неважно, был боец, короче, UFC, который был тренером. Да, тренером. Тренером, он ставки. И который голову набивал. Нет, он... А у него нет ставки. Встал. После... Короче... Вместо своего бойца вышел, да? Он нет? Круз. Круз. Нет, Круз. Краус. Краус. Точно, Джеймс Краус. Он работал, и он ставил против своих бойцов. Да, он, например, знал, что боец с травмой выходит. И против него, да. И он вообще говорит, нет, с травмой нормально выходить. Он в туфе потом участвовал. И вот с ним, как раз, по-моему, все еще идут судебные разбирательства. И, скорее всего, у него будут проблемы. Потом его, короче, с UFC погнали. Он сам, кстати, неплохой боец был в свое время. Да, и он в туфе уже возвращался в 77 килограмм. Тафф. Да, Тафф. Туф. Тафф-тафф. Ну, можно и туф, говорит, на самом деле. Ультимейт, типа. Ультимейт. Окей. И, да, вот. А ты как говоришь, ММА или ММА? ММА. ММА. УФС или UFC? UFC. Ультимейт файтинг чемпионшек. Газ. Полный газ. Короче, да, вот такое бывает, но реально. Случаи, которые я знаю, например, там в российском ММА, где покупали бои, ну, там прям видно. Ну, и в Казахстанском и такое было. Ну, в Казахстанском вряд ли. Вот я вот не слышал такого, что было. Я слышал, что такое, практикуется в Узбекистане. Я прям конкретно про это слышал. Заходят в ночь перед поединком заходят. Это же про Камиле карате, да? Да, да, да. Не, не про Камиле карате, когда купить хотели. Это не про Камиле карате. Я сейчас говорю не про Камиле карате. Я слышал эту историю, но также я слышал другие истории от серьёзных агашек, которые вот прям говорят, что, одна ночь он там приезжает, говорит, серьёзного пацана, а одну ночь он там провёл всё, он заходит, ему сколько надо, тук-тук, второй раунд. А он у себя, говорит, вот так вот, вообще нереальнейший. Один час, говорит, им достаточно. Вот он сегодня, говорит, с самолёта вышел, с фрапа, говорит, да, пришёл, всё, один час он к нему заходит, тук-тук, договорился. Мне на самом деле интересно, сколько, ну вот, о каких суммах идёт речь. Я просто тоже, есть один бой, я просто не хочу, я ещё не обсуждал это с человеком, который этот бой продал, поэтому не хочется там говорить, ну, кто это, но это хорошая организация, американская. Вот, и там мне просто со слов другого человека, он сказал, что заплатили полмиллиона рублей за проигрыш. Вот. И мне вот, ну, на мой взгляд, просто маленькая такая сумма. При этом это в американском промоушне заплатили полмиллиона рублей. Вот. И я просто думаю, сколько вот платят, то есть, я не знаю. Может быть, обманул он полмиллиона? А? Может быть, побольше дали? Вот сказали мне полмиллиона рублей. За это проиграл человек. Ну, мне так сказали, а там прям бой, по нему видно, что там вор. Подставная? Да, прям видно. Ну, и вам один были подставные. Да, вам один подставные были, даже за титул. У нас, я не знаю, наверное, не буду я афишировать этого человека, но вот я так понимаю, что один раз с Украины приехали ребята по кикбоксингу, и они здесь на одном из наших промоушенов вышли против нашего чувачка. И это было по кикбоксингу. И это был просто какой-то... Ужас. Просто ужас был. Слушай, ну вот кикбоксинг... Я его увидел, этот поединок, я потом вышел, у меня прям все кипело. Я к ним подхожу, говорю, что нормально вам хоть забашляли? Вы что, опозорились, говорю. Потому что это был просто полный ахтунг, честно скажу. И у меня после этого отношения с нашим вот этим казахстанским кикбоксером сразу же. Просто в кикбоксинге это проще немного сделать. То есть, ну там бьют. А в ММА очень сложно, ну, подделать поражение. То есть, если ты в партере вот так просто отдашь... Ну, единственное, вот как этот Александр Ремляенко против такого блогера вот... Цветной, да? Да, такой пацан с татуировками весь в теле. Вот там было типа видно, что, ну, просто он просто, знаешь, зашел в ноги зачем-то, шею поставил ему в руку, и все, Александр... Вот Александр Ремляенко дрался против... На РНТВ. Да, да, кубок РНТВ. Блин, блогера как-то зовут. Такое типа... Да, он... В дредами типа такое. А кто выиграл? Александр Ремляенко. Он типа проиграл жестко, его накидал пацан ему. Ну, Александр вышел типа в своей форме вот этой. Алко-форме. Ему накидали, короче, и потом просто... Ну, парень уже самого стыдно стал, что он так накидал ему, и залез ему в удушку. Там прям видно было. И такие бои действительно вот, ну, по ним видно. А просто в ММА подставить бой... Просто в Киевовске можешь просто сказать там, типа, ну, я там не попадаю. А в ММА же надо и бороться, и бить. А тебе же предлагали кого-то? Да нет, кто бы предлагал. Ну, а есть все-таки какая-то сумма, кто-то так задумывался? Никогда жил бы. Не стал бы, да? Не, а вот миллион долларов. Не, просто вот я к тому, что... Да нет, это... Наверное... Глупо звучит, или... Ну, есть же принципы свои какие-то. Ты потом само себя уважать перестанешь в этом плане. Я просто вот от бойца... Ну, я не могу, я не могу судить, да? Если бы... Ну, я с этим не сталкивался. Ну, сейчас, на данный момент, да, если бы... Ну, нет. Ну, даже не за какую сумму. Я вот от бойца, который... Ну, точнее, там, да, от людей, близких к нему, от бойца, который там известный, достаточно в российском ММА бой продал, слышал, что просто ему предложили, типа, ну, X-20 гонорар. И вот, типа, тогда он, ну, согласился, и, в принципе, он такой думал, ну, нафиг мне, типа, это там, условно, пояс, там, да? Если, типа, деньги вообще никакие, а мне, ну, там, семью содержать. Для него там ММА это работа. Я понял. Ну, вот, к примеру, вот я говорю, в Узбекистане, вот если вот, допустим, у нас взять, в России, да, допустим, или где-нибудь в Штатах, да, это все-таки больше, наверное, все-таки зависит от ставок, скорее всего, да, где-то все равно как-то что-то либо букмекеры замешаны, либо ты сам хочешь от букмекеров получить. В этом есть смысл. А вот я говорю, в Узбекистане это чисто, короче, народная любовь вот стоит. Ну, понятно. А к тому, что, типа, какую сумму должны предложить, если, прости, сейчас, какую сумму должны предложить, чтобы вот у человека там, ну, ёкнул, да, что-то. Ну, вот ты говоришь, 500 штук, да? Ну, это мало, блин. Это, значит, для него это норм. Ну, наверное, гонорар маленький. Это для него, значит, норм. Блин, не знаю. Просто я к тому, что если бы там ты выиграл бы вот в этом промоушене, то ты бы намного... Больше. Больше бы недальновидный, что ли, да. Ты бы намного больше бы заработал. Значит, что-то не то. Значит, он либо врет, либо ему по контракту там вообще мизерная сумма. Обещали прострелить. Вот тоже, в СА, много платят в СА? Да, много. Артём, а помнишь, какой у него был травм? Хайвай. Из-за контракта. То, что у него по контракту, он говорит, ну, ребят, ну, заплатите чуть побольше. Нет, понятно. Он просто очень правильно сделал, грамотно. Артём, молодец. То есть, ну, он уже... Он мог принести лиге намного больше, чем ему действительно платили. Он это понял и смог это... Начал, да. А вот здесь вот, наверное, возможно, так же было. То есть, он мог, кстати, выиграть этот поединок. Но по контракту у него вообще какая-то мизерная сумма, и он 500 штук увил. Ну, всё равно, я к тому, что вот этот боец всё ещё выступает сейчас, и сейчас я уверен, что он зарабатывает точно эти полмиллиона, и я просто не понимаю, зачем тогда это было делать. А у него были до этого поражения в рекорде? Да. Ну, значит, не важно. Да, ему, может, не особо было и важно, как бы он не был привязан к какому-то нолику в графе поражений. Всё равно. Ну, я считаю, недальновидно. Ну, то есть, опять же, вопрос денег. Но я не верю, что ему там могли предложить там полмиллиона долларов. А вот просто говорят там люди, которые близки с этой ситуацией, говорят, там полмиллиона рублей. Ну, блин, как можно полмиллиона рублей продать бой? Это супермало. Скорее всего, тебя обманули. Ну, может быть. Сколько тебе платили больше всего, если не секрет? Вот именно гонорара за поединок. Это знаешь, как говорят, лучший день впереди, ты так скажешь. Лучший гонорар впереди. Ну, были. В рубляхте. Значит, наше дело. Давай, подожди, если так пошло, давай. Я могу просто умножить потом на пять. Не-не-не, давай, давай. Если уж так вот пошло, давайте. Давай в японских иенах. Японских иенах. В квартире, могу сказать. Давай. Одна квартира. Где? В Алматы. В Токио? В Токио? В Алматы. Сколько комнат? Рыбать, не знаю. Двушка. Двушка? В центрах где-нибудь? В центрах. Сула, приценись, сколько это? Вообще понять не имею. Не, ну, если в Павлодаре, то должна быть в центрах, я так понимаю. В Алмате, может быть, не в центрах, там уже норма. В Павлодаре по-любому должна быть в центрах. Ну, я так... А что это не в центрах? В Павлодаре и так-то особо не хочется жить. Не то, что не в центрах. Не, ну, как... Мне, мне, как алматинцу... Человек... Был в Павлодаре? Да. Когда? Когда... Я сейчас тебе скажу, это когда Шавкат дрался с Адилем. А ты как в Павлодаре что там делаешь? Я оттуда поехал в Павлодар. Это где был бой? В Астане? Да. В Боровом был. В Боровом? Не помню, какой год. Походу, очень давно. Очень давно. Давно, да. Надо тебе вот съездить, мнение свое изменишь. Главное, летом ездить. На Павлодаре хорошая набережная. Набережная бомба. В Павлодаре хорошо уехать в Алмату. Я вам скажу так, ребята, по-любому. Не знаю людей, которые говорят, бля, поехать бы сейчас в Павлодар, жить бы там. Вообще просто поселиться там, нарожать детей, короче, работать там супер. Я таких людей не знаю. А когда трясло здесь, я тоже такое слышал. Я не охота жить в Алмате. Я в Алмате живу. На 15 этаже трясет замечательно вообще. Я вообще здесь всю жизнь. Сплю еще лучше, чем раньше сплю. Я вас по-любому. Паранойи нет вообще. Ничего не боюсь. Сумки не выхватываю. Пробок нет. Замечательная жизнь в Алмате. Особенно на 15 этаже. Так же получается. Давайте вот так вот, по фактам. Это во-первых. Во-вторых, вот то, что ты историю рассказал, это больше вам по-лодарским относится. Я же здесь сижу. Там поезд. Ты меня видишь где? Что я на поезде сижу. Такого нет. Но многие, кто признавался в любви к городу Алматушечка, уже живут либо в Астане, либо в твоем любимом Павлодаре. Многие не местные. Это факт. И местные. Местные тоже позадумались о том, что а ну-ка буду жить в более сейсмически спокойном месте. Уже какие-то... Какие-то... У тебя все хорошо? Вообще прекрасно. Точно? Четыре, не знаю прям. И, конечно, Дидар хотел сказать что-то, но вы ему не давали. Да-да. Дидар, брат. Да, я уже забыл. Хотел спросить, то, что в Узбекистане подкупали, хотели подкупить, это чисто из-за народной любви? Да. Нет, это вообще глупо, мне кажется. Вот они, у них там чемпион... Вот, блин, ну мне прям серьезно Агашка это говорил. Один прям серьезный Агашка, который в этой теме, все мы его знаем. Вот он мне говорил, как там происходит вот эта тема. Один час его, говорит, оставляешь. Все, баста, заходят к нему. Мне только что наш прекрасный редактор Виктория показала деньги и намекнула, что надо обсуждать. ММА. Виктория, 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 подкуп в прямом эфире. А где эти деньги, Виктория? Не, мне. На карту переведут. Мне же скинули. На КАСП. А почему только тебе, Виктория, нас здесь четверо? Вот водичку. И он замечательный. Вика, опять ты перепутал номер. Ты что пьешь? У тебя же пост. Ой. Я только хотел сказать, у тебя же пост. Я его, видимо, заразился. Не надо. Потом тебе историю скажи, класс. Заражаться. Так что, Сула? 58-й турнир. 58-й турнир. Парнишка с Урала. Забыл его имя. Молодой. 20 с чем-то лет вышел против узбекского бойца. Я его выиграл Армбаром. Суральск. Суральска. Это был узбек. Ну, соперник. Я же сказал, с узбекистра. Да? Я прослушал. Ты его водой разозлил. С чем ты пил про него? Парень потерял. Ну, этот парень Тлеген. Тлеген. Мы комментируем же с тобой. Он в Аллашпраде бился парень такой. Ну, много где побился. Рекорд такой. 8-5 вроде был. И быстро он сделал такой Армбар. А тоткий боксер или таяц был. Неплохой такой. Вот этот Леген. Если его Леген зовут, я его точно не помню. Он и в Найзе дрался. Он и в Найзе дрался. Я его первый раз видел в Найзе. В Ахтау. И он там вышел против боксера. Но он там справа или слева. У меня на канале есть эта тема. Это как раз то время, на изы. Когда я, короче, есть на Сяоми. Снимал эти поединки. У них единственный, короче, был. Да. Суперский, суперский был этот поединок. Вообще не турнир. Понравил Танашпек. Поединок. Танашпек с каргазским файтером. Но они прям зарубу показали. И вот этот каргазский боец, который не отступал ни на шаг. Пытался, делал. Вообще, я говорю, что каргазские файтеры, наши братья-каргазы, они, конечно, их отличительная черта вообще, как бойцов, никогда не сдаются. Никогда. Вообще абсолютно. Мексиканцы. Саучи крепкие ребята. Очень, да. И у них хорошо развито. У них много своих же внутренних этих лиг. Ну, их ВЕВ популярная лига. ВЕВ, потом ПФЛ, по-моему, называется. Да, да, да. Они сейчас, да. Они вот совместный турнир же с нами. Но они давно уже. Это старая лига тоже. Лет 6-7 им тоже есть, наверное. Может, ошибаюсь. Ну, да. Серьезные ребята. Очень. Плюс еще Донченко бился, да. Нокаут такой. Да, там турнир интересен был тем, что ребята, которые известны уже в лиге, попробовали себя в новых весах. И Донченко, и Гасанов, они перешли на высовую выше. Донченко в 77, Гасанов в 84. О, кстати, у нас же есть Самандарчик. Нифига себе. Давайте я про Самандарчика поговорил. Ну, да, в конце вышел. Самандар! Я испугался. Сейчас он такой выходит. Самандар! Жесть, сейчас хватит. Я тут. Я так понял, не была какая-то история, да, вот с Гасановым? Да, расскажите, ребят. Ну, не то, что просто Самандар сказал, что готов к бою с чемпионом. Но при этом Гасанов ссылался на то, что, типа, ты же готов, почему не вышел. И вот у них все разгоняют. И их история 18 мая все закончится. Или только начнется. Ну, закончится. Гасанов 100% прав, я считаю, в этой ситуации, то, что он так вот наехал на Самандара. Это был... Ну, действительно, он просто говорит. Давайте так поставим, да? Вот, Фанель, ты же боец, да? Точно? Докажи. Скажи, что это на бойцовском. Фанель, скажи, какой у тебя был прошлый бой? Замечательный. Крайний или последний? Крайний. Он боец. А, ты же с Эльдаром дрался, я вспомнил. Да, 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 да. Я вспомнил. С Эльдаром ты дрался. И еще с Машаповым. Все вспомнил. Да, два поединка. Два поединка. Я видел их, видел. Да, да, да. И последний тоже видел. Аплодировал там, кстати. Последний, да, с фрицем, да, этим? Ты же ему подсказку тут правильную сказал. Да, сальто делали. Сдавайся, я ему говорил. Он почему-то начал сальто делать. Ладно. Попов. Нет, Фанели кричали, вырубай, вырубай. Он свет вырубил. Да. А, вот это он был, да? Я просто стоял, короче, ждал на простене. Туф. Он просто не хотел идти. Туф или тав. Как-то, я не знаю. Ну, он реально не хотел идти, короче. Представляешь, что ему пришлось сделать? Во всей арене вырубать свет. Испанский стыд. Да. И вот, да, возвращаясь к Гасанову. И вы с одной стороны же тоже можно понять. Да, он то, что говорит, там, я столько готовился. А к Самандару есть чему подготовиться? Сколько ему? 22 года, да, если я не ошибаюсь? По-моему, 24, нет? 22. 22? 22 года. Пушка вообще просто нереальнейшая. Это раз. Во-вторых, он 22 года. Этот парнишка все еще растет. Мышцы растут, мясо, кости у него все еще растет. И не факт, что он в 77 останется. Возможно, он перейдет на весовую категорию выше, а может быть, даже и ниже. Тоже пока неизвестно. В-третьих, у него просто отличнейший клуб и тренер. У Диаза Кабдулова отличный опыт и секундирование, и подготовки бойцов не только в наших Казахстанских лигах, но и в UFC. То есть несколько раз он готовил к победе, участвовал, по крайней мере, в подготовке Дамира Исмогулова. Тогда, когда Дамир прям конкретно зажигал, ну, образно говоря, там в UFC. Это раз. Да, вот если по Диазу Кабдулова. У Диаза Кабдулова огромная просто база любительского спорта. Это муай-тай. У Диаза Кабдулова с его клуба вышел первый за 10 лет. Я говорю про Алмаза Сарсимбеков. Алмаз Сарсимбеков. Первый за 10 лет наш чемпион мира по муай-тай в элитном классе А. То есть там вот для Самандара вся база есть для того, чтобы вот прям конкретно расти. Я скажу так, что вот Самандар, вот как бы я там ни прикал, это вот один из тех пацанов, на которых вообще наш казахстанский ММА вообще просто должен вот рассчитывать. Я считаю так. Это прям наша надежда. Я не знаю, он сейчас смотрит или нет. Я ни в коем случае не хочу, чтобы он от этого, короче, начал голову вверх подавать. Ему всего 22 года, не знаем, что произойдет. Мы вообще абсолютно не знаем, как оно будет. Деньги, шменьги там, тачки, яхты. Все это впереди. Главное, чтобы Самандар сейчас, как говорил, вот Хабиб, да? Конечно, у Хабиба было преимущество. Вот такой вот отец просто, фанатик-отец. У Самандара немного другое преимущество. Но если он будет готовиться так же, как и Хабиб, целый по два раза в день, и еще и оставаться там после тренировок, и дальше готовиться, то, иншаллах, я более чем уверен, что этот парень может сюда много всего привезти, в частности, и пояса, и UFC, и других организаций к этому времени. Ему 22 года, у него все впереди. Давай немного, попонирую тебе. Во-первых, ты сказал, что надо будет Гасанову готовиться под Самандара. Мне кажется, здесь наоборот, у Гасанова есть прям такое конкурентное преимущество, что это борьба. Я говорю, что готовиться, это то, что он готовился там несколько месяцев, да, он говорил, да, 40 дней, сколько там готовился. Я думаю, что у него сильная борьба, у Гасанова дагестанская борьба под ММА, такое, ну, супероружие, по сути, как раз в смешанных боевых единоборствах. И как раз при всей моей любви тоже к Залу Табет Топ Тим и к Диасу, который, ну, очень классный и лидер команды, и тренер, у них всегда возникают проблемы против борцов. И у Али Кабдулы, и против там Жоры Айвазиана, и, в принципе, у Кабардиева тоже, когда там, ну... Сейчас посмотрим, как оно будет. У Диаса есть план, и мне его план нравится. Я имею в виду геймплан. Я просто к тому, что очень важно именно здесь Самандару сфокусироваться на Гасанове, потому что 100% он будет переводить, пытаться, 100% он будет пытаться контролировать сверху, поэтому нужно... И там работать у сетки будет очень много. Нужно очень сильно ребятам из Табета прям сделать упор на вот эту историю. Ты просто так сказал, что надо готовиться под Гасанова. А мне кажется, в принципе... Не, не под Гасанова. Я тебе скажу даже более, Михаил. Я считаю, что Самандару нужно готовиться не под Гасанова. И здесь не то, что, блин... Я сейчас такую вещь скажу. Они вообще за титул будут драться? Да. Перебил. Да, я... Прошу прощения. Просто столько взрыва должен был быть. Самандару можно и проиграть. И до этого заканчивается подкаст. Самандару можно и проиграть. Ничего страшного. Ему 22 года. У него все впереди. Мы не можем... Я считаю то, что не нужно от него... Вот чак, вот проиграл, и все. Ничего вообще страшного. Вперед надо... Не в этом... То есть нельзя вот думать то, что если вот раз от такого сильного соперника, как Гасанов, проиграл, что на этом все заканчивается, вообще не нужно обращать... Как говорил Черчилль, главный путь. Вот это вот нужно Самандару. Это самураи говорят. Это известная... Самураи... Цитата. Главная цель. Главная цель. Да. Не важная цель. Сейчас, Сул, вот знаешь, я честно не согласен. Мне кажется, что вообще для бойцов преступная мысль, что можно проиграть. Я не говорю, что для бойцов. Это не его мысль. Это моя мысль. Я не говорю, что он должен думать так, можно и проиграть. Это моя мысль. Мне, как зрителю, как болельщику, допустим, любителю этого спорта, я считаю то, что если я такое что-то... Ничего страшного. Для меня ничего страшного. Не нужно отчаиваться. Вперед. Вся жизнь впереди. 22 года. У нас есть только яркий такой пример. Это Хабиб, который шел без поражений. Давайте посмотрим на других. Сколько у тебя поражений? Я вот только что два только назвал. И что? Вот он сидит с нами. Собирается биться с Амбасовым. Но будем честными, из нас четверых, у троих людей нет поражений. Да? Почему? У меня валом поражений. А, да? Потому что они бились. У меня валом поражений. Валом, килограмм, маленькая тачка. Меня так били, господи. Всякое было. Вообще, я тоже автопом спрошу. Оба бойца, да, точнее, без поражений. Гасанов 9-0. Это интересно, интересно было. И Самандар 4-0. У Самандара все впереди. Я надеюсь, что... Вроде бы. Главное, что, как говорится, не ловил звезду ни в коем случае. Ну, еще... Случал своего тренера, и все у Самандарчика будет хорошо. Это прям... Я говорю, еще раз извиняюсь. Это тот чувак, на которого я прям считаю, что вот он, Бигзат Алмахан, вот он. Это вот те пацаны, на которых нужно делать ставку. И еще в защиту Самандара, что можно сказать, да. Он по антропометрии неудобный будет для Гасанова. Почему? Рост там маленький, центр тяжести, да, низкий. Тяжело будет к нему пройти. Тем более, он умеет сам бороться. У него базовый, да, вид спорта. Ну, грэплинг. Грэплинг же. Он чемпион Казахстана по грэплингу, чемпион Казахстана по панкратиону и такой. И плюс еще у него плюха. Просто жесткая плюха. Руки заряженные, да. Росткая плюха. Конечно, можно сказать, что, ну, я Самандары и вживую видел, может, это и 77 не его дивизион на самом деле, да. Но пацан попробует, поймет, видишь, мы же все учимся на своих ошибках. Да, и как Миша сказал, это самая преступная мысль, это думать вообще о том, что ты можешь проиграть. Тогда вообще лучше не выходить. Пацан выйдет, это для него экспириенс новый. Плюс, ну, оба бойца никогда не бились на такой большой арене. Ну, вот прям это, ну, там, я не знаю, наверное, будет на туре солд-аут. И вот эти вот факторы тоже могут сыграть свою роль. Вот именно в этом бою. Вот эта вот мысль о том, вот мы, помнишь, мы в прошлый раз, когда сидели, Нурбек тоже был в прошлый раз, то, что мы рассказывали, разговаривали о Атараусском турнире, там еще был совместный турнир. Сигл. Сигл, да. И тогда вот так получилось, короче, то, что мы сидели вместе за столом с Абдулманапом, Марком и Мандулсом. И вот тогда Абдулманап как раз-таки вот эту тему он продвигал, что вот кого он сейчас двигает, на кого он рассчитывает. Да, вот какие пацаны. Он говорит, я вот на 25-летних вообще, говорит, не смотрю. 18, 20, 23 максимум, говорит. Вот я игры двигаю. То, что уже повыше, бесполезно с ним что-то делать. Бесполезно его как-то ломать, переветывать или что-то в этом роде. Я на них... Вот это слова Абдулманапа. То есть я их не хочу сказать, как выдать за свои, допустим, или там как-то... Нет. И вот с этой точки зрения, да, вот, с точки зрения, по крайней мере, Абдулманапа, Абдулманапа, он входит в этот, да, допустим, да, там как-то зона жизни, так скажем, да, и всё впереди. Есть... И я не просто так говорю, потому что я не рассчитываю сейчас... Мне вообще всё равно... Будет классно, если Абдулманапа выиграет. Будет суперски. Ну, чего бы мне хотелось, чтобы Самандар ни в коем случае не останавливался, что бы ни произошло, вот это... Мы когда говорим о пути, я не просто сказал, что про Черчилля тоже, его же... Как там? Победа, победа, не всеобъемлющее поражение, не окончательное значение имеет только путь. То есть, если он эту тему возьмёт, если он её схавает, прочувствует, то тогда всё будет хорошо. У нас, я думаю, для ТОБЕТТОПТИМ в лице Самандара пояс на IFC – это не конечная цель, а конечная цель на данный момент, скорее всего, это пояс UFC. Вот так. А насчёт этого я согласен, да, да. Воду пить во время ураза нельзя. Полностью согласен. Мы вырежем эти моменты, когда ты пил или как делаем? А я же не держу ураза. Он не держит ураза. Я просто думал, знаешь, на футшоп придётся делать... Ну, беда, красавчик, Миша. Придётся полную... Я тебе потом скоро просто расскажу смешную после подкаста. Говори сейчас, что ты... Нет, да, она просто про конкретного человека не хочется. Ладно, давай, потом. Вернил, говорите. Похоже на твою историю. Гидар, какие-то есть у тебя ещё темы? А я думаю, почему-то вы про Тойваса будете говорить? В том числе про последний турнир. Там говорить нечего от Тойваса. Пробелы в борьбе. Мы, кстати, да, вот... Я, во-первых, сделал аналитику по бою. То я каждую неделю делал аналитику по главным боям на UFC. И прям вот всё расписал-то. И Фаниль тоже сказал, что типа Тойваса 100% заберёт. Проиграл же он. Да. Ну, заберётся, если проиграет, да. Сейчас было бы забавно. Но сначала, да, короче, Тыбура, вот... Просто Тыбура не самый такой интересный боец, за которым охота следить. Да, ну, это... Он суперопытный. Конверник. Хорошо борется, чёрный пояс по бродицкому джи-джитсу. Суперопытный. М1 ещё газовый. Чемпионом М1 был. Грам-при выиграл, помнишь? Да, конечно. Потом Пютсу проиграл. Да. И просто, ну, для меня было очевидно прям, что... Единственное, что может Тойваса просто зацепить, но он как-то вообще не хочет ни прогрессировать, ничего. Просто хочет бить по лапам, пить пиво. Хочет пить пиво. Он сейчас до сих пор в ИКЕ? Кто? Тойваса. Нет, он не в ИКЕ, он же... А, то он в Дубае тренировался одно время. Да, он то в Австралии, то в Дубае. В Австралии. Ну, такой вот уже, думаю, всё. Ну, да. У него точно амбиций чемпионских нет. Четыре поражения подряд. Ну, и в топах, я думаю, задерживаются. Я думаю, следующий бой можно с Розенштруком сделать. Да нет, слушай, на серии с четырёх поражений дадут ему Розенштруйка. Ну, можно его дать. Ну, просто они оба ударки не борются. Шамиля Газиева как раз вот можно. Газиев против Иваса. Ну, кстати, Газиев, мне кажется, переедет тогда его. Просто переборет. Ну, и сейчас не сработала борьба. Айбулата. И тринадцатый сектор приедет. Да. Ну, и все. Айбулата надо дать. В принципе, прикольно. Ещё что-то? Всё. Всё, я думаю, что сегодня много чего обсудили. Просто нам сказали, два часа нельзя. Нельзя? Тебе деньги заплатили только за час. Продлевать будете? Продлевать будете? Продлевать будете? Нет. Сула, что-то есть сказать? Нет. Следующий, давайте турнир когда объявим? Нет, раз в неделю встречаемся. Раз в неделю, на следующей неделе встретимся. А в какое время? Такое же, да? Да, наверное. Вы просто, если мне... Ладно, потом скажу. Гонорар вырос. А? Гонорар вырос. Ты знаешь же, насколько ноль не умножай, всё равно ноль будет. Я это более чем знаю, конечно. Я физмат школу окончил, брат. Я это знаю. Отлично? Нет, не на отлично. Не на отлично, к сожалению. Вон лав. Главное, что закончил. Чё, кому что есть сказать? Да, наверное, стоит прощаться. Я люблю город Павлодар. Вон лав. Да, друзья, пишите, как вам этот подкаст. Обязательно пишите в комментариях какой-то хейт для Дидара. Он с этим ещё не встречался, ему нужно попробовать. Встретиться. Если хотите написать что-то плохое, фанилю, сули или мне, напишите это. Лучше Дидару. Дидар нам передаст. А потом скажем, да, с почином ему. Дидар нам передаст. Всё-всё, хорошо. А то пока как можно к хейту относиться положительно, если ты его пока не чувствовал? Вообще просто на него не надо никак относиться. Вообще никогда не читай комментарии. Я тебе советую, даю вот такое. Никогда. Вот комментарии я бы с удовольствием вообще отключил бы. А можно же отключать? Отключать. Да, но их лучше не отключать. Ну, для алгоритмов. Да. Лучше их не отключать. А так? Я бы их с удовольствием отключил бы. А мне нравится. Я вообще никогда не читаю комментарии. Просто когда они ладят, как ты их не можешь не читать? Ты же видишь, типа. Ну, вот смотри, вот мне вылез, да, вот. Ты просто так скрывать делаешь. Вот здесь вот что здесь написано. Братка. Клагна. Бардеме. Жабуса. Капта. Э. Баурэм. Сргабул. Срга. Каягани. Барденьке. Вот и всё. Это что-то хорошее было или плохое? Нет. Он говорит, братан, у тебя что-то там прицепилось к уху, короче. Нажимаешь? А, а что у тебя? Шутка-шутка. Вот, вот. А я ей говорю, кузн дашь, одень очки, если не видишь. Барденьке. Пока мой кулак не прицепился к твоему лицу. Пока кулак Миши не прицепился к твоему лицу. Друзья, кроме того, чтобы написать какой-то хейт про Дидара, не забывайте ставить лайк этому видео. Нам лайки нужны, мы их собираем. А если не понравилось, то ставьте дизлайк. На самом деле, тоже мы не против. Не забывайте о том, что у нас много всяких разных соцсетей. У нас есть и YouTube, на котором вы сейчас смотрите это видео. Есть у нас и Instagram, на котором тоже много чего интересного. Анонсы боев. Есть TikTok, в котором много всяких веселых видео. И, что очень важно, у нас есть сайт, на котором можно смотреть трансляции турниров на ИЗА. Также можно голосовать за любимых вами бойцов. В конце месяца на сайте подводится итог. И боец с самым большим числом голосов получает какое-то денежное удовольствие. Также не забывайте подписываться на социальные сети участников нашего сегодняшнего подкаста. Во-первых, это Фанель Рафиков. Ему предстоит бой 18 мая. Главный бой вечера против Наримана Абасова. Напишите ему какие-нибудь добрые слова. Потому что плохие, я еще раз напомню, надо писать Дидару. Также подписывайтесь на социальные сети Сулы, наш боец KZ. И на подкаст Дидара. Сарбас подкаст. Кстати, вы перестали вот эти вот ставить плашки где-то. А это же не я должны ставить. Вы перестали, дегтеры, пацандары, каздары, кто-то там не был. Вот здесь внизу будет написано. А до этого же, знаешь, человек... Ну, здесь ты не видел? Ты просто, ну, смотришь обычно камеру, здесь лежал человек внизу и вот так табличку вынимал. А где он? А все, зарплата не платит. Все, нет. Так что, да, если вы такой человек, приходите к нам на работу. Шутка. Всем спасибо. Я надеюсь, что вам понравилось. Если нет, бывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...